Мне тут недавно пришлось аж целых два раза побороть самого себя. Первый раз, чтобы расстаться с двумя рублями ради проекта, о котором в последнее время много шумят. И второй, чтобы на эту тему снять видос, как об игре, которая теперь играется чисто по фану, без поглощения кучи ненужной информации, с которой мог бы сформироваться какой-нибудь информативный контент, который на этом канале явно не генерируется. Вообще сейчас сложно говорить о востребованности вестернов на просторах кино и игры индустрии. И это не потому, что мы с вами забыли о истории, в которой проявляется противостояние коренных жителей заокеанского материка с беднолицами колонизаторами, а потому, что сам жанр является чем-то специфичным. Ведь мы до сих пор еще не въехали, с чем конкретно мы имеем дело говоря о Диком Западе. К примеру, глядя на любого бандита в маске и на коне, мы без зазрения совести можем назвать его ковбоем, что явно не является действительностью. Ковбой это банально пастух, чье занятие заключается в контроле над стадом скота, но при этом ковбой всегда вооружен на коне и в свободное от работы время умеет правильно отдыхать. И во время отдыха он может смело обрести вид того, кто может непременно являться злобным нарушителем общественного порядка. А поскольку имидж этих ребят имеет достаточно брутальный вид, ну там знаете, шляпы, шпоры, ружья, какие-то мохнатые элементы на одежде, то почему бы таких модников не приравнять к злобным бандитам? Таким образом, любая сага о ковбоях для нас вечно превращается в драматические истории о грабителях банков, где-то в пустынях, где ничего кроме кактусов и перкатиполя нет. Это что касается того, как этот мир Дикого Запада зачастую воспринимается. Но на самом деле вся эта тема намного обширней. Тут речь скорее о том, как формировалась демография по всему материку Северной Америки, как и почему происходили все эти перемещения людей. С одной стороны давили легенды о золотой лихорадке и поиске лучшей жизни, где куча людей целыми семьями перемещались на биологическом транспорте с одной части страны в другую. С другой речь идет о выживании коренных жителей, которых чуть ли не истребляли. И это было огромным черным пятном в истории Америки. Тут, конечно, все зависит от того, кто чего... Кстати, смотри, какую штуку себе прикольную купил. Охренительно, да? Тут, конечно, все зависит от того, кто чего начитался. В моем активе имеется лишь вот такая вот книга про Дикий Запад. Правда, читал я ее очень давно и, естественно, содержание уже не помню. Но могу заметить, что на обложке изображен не какой-нибудь шериф или ковбой, а... индеец. Это и о том, что вся суть Дикого Запада тесно связана с присутствием краснокожих. Но художественные произведения смело могут сместить акцент в пользу других важных вещей, из которых может сформироваться целая история. Тут вот тоже, пройдя уже процентов 30 игры, ни одного индейца я пока что еще не встретил. Мне вообще сказали, что первое, что надо посмотреть в данной игре, так это не сжимаются ли яйца у коня на морозе. К сожалению, выяснить этого мне не удалось, так как мой конь оказался, судя по всему, лошадью, с которой я долго не мог найти общий язык в управлении. Особые проблемы возникли при парковке транспортного средства. Где-то с другими участниками движениями не поняли друг друга. Скорее всего от того, что в то время еще поворотников не изобрели. Ну и наезды на пешеходов тоже никуда не делись. На самом деле, мустанги меня реально не очень прикалывают. Я больше под житишком, поэтому в надежде, что яхта поплывет так, как ее назвали, назвал свою лошадь Салин С7Р. Слегка затюнинговал агрессивным обвесом и... Нихрена не помогло. Пришлось привыкать. Следующее, на что я обратил внимание, это... Пространство, которое занимает эта игра на моем жестком диске. 115 гигов, блин. Ты прикинь, сколько всего должно таиться в игре, сколько должно быть контента и как все это должно быть распейзажисто. И все это вроде есть. И заключено оно в деревьях, для которых в меню есть отдельная настройка включения и выключения тесселяции стволов. Ну, с листьями, конечно, ничего делать не надо. Они и так красиво сложены детьми из цветной бумаги. Шучу. Нормальные листья красивые пойдет. А графики молчим, потому что я вам ее показываю. Ну, а вот контентом игра смело может хвастаться. Исколесить всю карту я еще не успел. Но в перспективе уже виден весь размах, по которому мне еще предстоит пошароебиться. Я же игру прохожу потихонечку, заглядывая в каждый уголок и выполняю все поручения, которые порой возникают от случайно встретившихся людей. Ну, это типа, едешь такой откуда-нибудь куда-нибудь, увидел кого-нибудь вдалеке, подъезжаешь спокойно, а там какой-нибудь НИП начинает тебя грузить своими проблемами, идеями и предпочтениями. И этим вся карта буквально завалена. Иногда это задачи, в которых нам стоит проявить все свои мужские качества, спасая кого-нибудь из-под лошади. Иногда такие события вешают на нашу голову продолжительные квесты на коллекционирование чего-нибудь. А иногда некоторые встречи обходятся без цивилизованного общения и конструктивного диалога. В этих случаях методика решения спорной ситуации сводится к привычному обмену боеприпасами. В общем, мир никак нельзя укорять в мертвом унынии. Всегда и везде что-то происходит, согласно времени, месту и социальной среде, конечно. И во многие процессы, которые, казалось бы, имеют декоративный характер, можно взять и вмешаться. Это еще один плюс, который встречается не в каждой игре подобного жанра. А что касается развлечений, которые мы можем организовать сами себе самостоятельно, то понятно, что всего я еще не охватил. Но кое-что по мере прохождения уже зацепил. Например, заезжал в кинотеатр. Ну, чисто для развития, там кино про животных показывали. Заруливал к Снуп Догу, который мне чего-то там про траву задвигал. Были все вот эти вот шуры-муры с платными ваннами и горячими девочками. А там и бухаловки с гулянками вместе с танцами, весельями, пьяными драками и рамсами с местными блюстителями порядка. Ездил на рыбалку, леску покидать. Ну, в смысле, тут еще и обычная рыбалка есть, где ловишь рыбу. Сейчас, по-моему, ни одна нормальная игра без рыбалки обойтись не может. Впрочем, как и без охоты, где из нас сделали ищеку, способную брать след чуть ли не по запаху, расставлять приманки и вообще вести себя как Лара Крофт. Самое главное, после слежения со зверем необходимо пообщаться, выслушать его аргументы, предъявить свои и в конечном итоге как-то уговорить его идти с нами. Ну, или ехать на лошади. В любом случае, любое действие подразумевает какой-то итог, связанный с улучшением собственного достояния или достояния своего лагера, вокруг которого у меня вся движуха пока что происходит. На данном этапе прохождения мой лагерь это островок безопасности, в котором наш персонаж пользуется особым авторитетом. Тут сконцентрирован весь основной сброд, с которым нас втянули весь этот сюжет и мы, естественно, являясь основным добытчиком, вместо своего обитания стараемся модернизировать, чтобы оно было удобным для жизни, эффективным в производстве и безопасным. Весь хлам и бабло, которое собираем по всему миру, тащим сюда и на этот бюджет апгрейдим все, что можно проапгрейдить. Таким образом, у нас образуется собственная база с арсеналом, в котором можно не только вооружиться, но и следить за своим внешним видом. У меня появился интерес, что будет, если не стричься и не бриться на протяжении долгого времени, будет ли мой герой похож на старика Хатабыча. Но в этот раз этого мы точно не увидим. И как-то вот слишком позитивным получается мой рассказ об этой игре, но это лишь до тех пор, пока я не начал говорить о механике, которая сопровождает нас по ходу прохождения. В этом плане тут все в классическом примитивном рокстаровском стиле. Я даже не буду пытаться искать отличия от GTA-шного геймплея. Все практически то же самое с поправкой на время. Приезжаешь на задание по GPS-у, там общаешься с необходимым NPC, затем в зависимости от цели миссии выполняешь то, во что тебя ткнут носом, ошибиться при желании не получится. Затем опять смотришь на болтовнен и, пожалуйста, мишен комплит. В квестах, конечно, есть некое разнообразие. К примеру, где-то придется в говне покопаться, где-то чего-нибудь куда-нибудь зацепить, чтобы чего-нибудь сломать. Часто встречались миссии, связанные с грабежами, в том числе и поездов. Но в большинстве случаев все это заканчивается либо мордобоем, либо стрельбой. И опять же той самой примитивной GTA-шной стрельбой. Я уж не знаю, как это правильно описать, но перестрелки тут такая ностальгия по нулевым годам. Есть посреди экрана точка, если точка попала во врага, то и пуля тоже, скорее всего, попадет. А если точка не попала, то пуля тоже может в него попасть. Как бы никаких напрягов, игра в этом плане не создает, как будто бы стрельба тут вообще просто для галочки. В общем, в геймплее я тут для себя ничего нового не нашел, даже несмотря на то, что я рукожоп. Хотя, возможно, игра еще и раскачается. Я так, между делом пробежался по карте, посмотрел, что меня может тут ожидать. Как это будет в контексте игры, пока не знаю, поэтому мой взгляд пока нейтрален. Но ввиду того, что подобие вестернов в игропроме большая редкость, то списывать со счетов данное творение я, конечно же, не буду. Несмотря даже на то, что это лишь свежая оболочка, натянутая на GTA. Под такие проекты, конечно, возможно, лучше создавать какие-то собственные фундаменты, но рокстайры этим явно заниматься не будут, так как у них и так все неплохо продается под таким далеко не щадящим ценом. Да и если уж совсем по чесноку, то натягивать игру про лошадей на игру про машины, в этом что-то есть. К тому же, как показывает практика, игра востребована для широкой аудитории, а в моем случае она очень хорошо подходит для генерирования компьютером тепла. Реально, в ногах горячо. И все-таки, какими бы мои высказывания об этой игре вам не показались, я ее пройду по фану. А в рамках этого видео, пожалуй, перестану ее уже мучить. И прежде чем свалить с ваших экранов, я хочу исполнить одно обещание. Я тут недавно пост написал, под которым мне чувак подписал, что мысленно прочитал его моим голосом. А я предложил, что типа давай я это прочитаю в своем видео, а ты потом сравнишь в голове, сходится, нет? Слушай. Я, конечно, понимаю, что человеческое мышление это такая штука, которая на все сто не может быть изучена. А количество вариантов реакции на различные события может быть бесконечным. Но все-таки, периодически хочется понять, как у некоторых индивидуумов устроено это самое мышление. Реально не капитетность к порученным задачам или просто хитровыбанность. На этом все. Надеюсь, не потратил вашего драгоценного времени. Хотя вы же, наверное, на карантине сидите. В любом случае, всем послушного Мустанга. До скорого.